здравствуйте виноградари с вами снова юрий егорудин этим роликом я хочу начать новую серию фильмов по формировкам винограда для укрывной зоны и попытаюсь рассказать о самых распространенных формировках и о самых распространенных ошибках и если у меня получится то расскажу о достоинствах и о недостатках но для начала давайте расскажу об основной проблеме которая преследует виноградарей при создании различных формировок и особенно это проявляется когда мы формируем виноград для укрывной зоны так вот основной проблемой при создании различных формировок винограда является слишком быстрое удлинение рукавов и связано это с особенностью винограда винограда очень сильно выражена вертикальная полярность. Это значит, что у винограда, особенно при вертикальном расположении побегов, наиболее сильно развиваются самые верхние глазки. То есть из самых верхних глазков вырастают самые мощные, самые длинные побеги. Это связано с тем, что в природе виноград растет в лесах. И это лиана. И вот только обладая такими свойствами, он в естественных условиях может добраться до вершины деревьев, до солнца. И давайте рассмотрим, как вот эта вертикальная полярность может выглядеть на наших кустах винограда. И сейчас перед вами на экране классическая ошибка многих начинающих виноградарей. Виноградные кусты посажены слишком часто, и поэтому некуда подвязывать побеги плодовой стрелки. И поэтому подвязывают их вертикально или почти вертикально. То есть давайте вот посмотрим, вот у нас один куст, вот второй куст. Расстояние между кустами всего лишь один метр. И даже если они правильно сформировали куст, то есть у нас вот есть три рукава, есть вот плодовые стрелки, но размещать эти плодовые стрелки негде. И поэтому приходится вот таким образом, практически вертикально размещать вот эти плодовые стрелки. То есть вот на этих плодовых стрелках вообще-то предполагается получить урожай. При этом плодовые стрелки могут располагаться не прям строго вертикально, вот как на моем рисунке, а под каким-то, например, углом. И что же произойдет вот при таком вертикальном расположении побегов? Весной начнут из глазков на плодовой стрелке расти побеги. И вот для примера я взял вот этот побег, вот эту плодовую стрелку. И из глазков, из почек в глазках вот начинают у нас вырастать вот такие побеги. Но при вертикальном расположении вот этого побега, побеги, которые вырастают из глазков, которые находятся на этом побеге, растут неравномерно. И благодаря вот тому свойству ярко выраженной вертикальной полярности, самые мощные побеги будут вот самые верхние. Вот этот побег, вот этот побег. А чем ниже к основанию побега, тем побеги будут короче, тем они будут слабее. Ну вот приблизительно вот такая будет картина. А побеги из самых нижних глазков могут вообще даже в рост не пойти. И поэтому вот при вертикальном расположении плодовой стрелки у нас будет вот такая картина. И еще один недостаток вот такого вертикального расположения плодовой стрелки заключается в том, что вот все эти побеги, а на них возможно будет у нас и урожай, они находятся вот все на одном месте. Ну приблизительно там на 20 на 30 сантиметрах. А мы на таком расстоянии больше двух побегов вообще-то разместить и не можем. Ну хорошо, мы получили какой-то урожай, но осенью нам нужно произвести обрезку на новую плодовую стрелку. И смотрите, вот этот побег, он очень короткий. Мы его взять не можем, этот не можем, не можем, не можем. И получается, что для плодовой стрелки на будущий год мы выбираем либо вот этот побег, либо этот. А вот эти все побеги, я вот показал, мы удаляем. И все бы ничего, но смотрите, удлинение нашего рукава за год может составить от одного до двух метров. Это будет еще зависеть от того, как растет куст. То есть с таким кустом невозможно будет работать. Такой куст, не имея места для развития, просто начинает жировать, потому что мы оставляем слишком мало побегов. И получается, что для плодовой стрелки будущего года мы берем побег, который растет из 10-12 глазка. Это, конечно, такие условные цифры. Может быть, немножко все по-другому быть, но смысл такой. И кроме того, как я уже говорил, два самых верхних побега могут оказаться еще и жирующими. Куст все питание будет отправлять в основном в самые верхние побеги. Поэтому такое вертикальное расположение побегов недопустимо при выращивании винограда в культуре. И вот, чтобы погасить вот эту вертикальную полярность винограда, уже давно придумали следующий прием. Плодовые стрелки подвязывают горизонтально. И вот перед нами уже следующая картинка. То есть у нас тот же трехрукавный куст, веерный, бесштамбовый. Но плодовые стрелки, вот они у нас. Одна плодовая стрелка, вторая и третья плодовая стрелка, у нас уже подвязаны горизонтально к нижней проволоке. Что это дает? Так вот, при горизонтальном расположении плодовых стрелок, рост побегов из глазков, в зависимости от их расположения по длине этой плодовой стрелки, немного выравнивается. И давайте посмотрим следующую картинку. И смотрите, вот на правой плодовой стрелке я показал приблизительно, как это будет выглядеть уже осенью. То есть у нас вот эта плодовая стрелка подвязана горизонтально. Первые два глазка, ну скорее всего, что тоже в рост не пойдут. А начиная приблизительно с третьего глазка, из них будут вырастать побеги. Но горизонтальное расположение плодовой стрелки полностью, вот ту вертикальную полярность, все-таки не гасит. И у нас все равно самый мощный побег будет самый дальний. И вот картина будет приблизительно такая. Чем дальше от основания плодовой стрелки побег, тем он мощнее. То есть вот так, самый мощный, меньше, 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 меньше и меньше. И когда мы будем проводить обрезку для плодоношения на будущий год, то в этом случае у нас приблизительно посередине побега уже можно будет найти какие-то подходящие побеги. И обычно так и происходит. Мы берем приблизительно вот при горизонтальном расположении плодовой стрелки, на будущий год мы будем выбирать, ну например, вот я указал вот этот побег. И обрезка у нас будет выглядеть следующим образом. Вот три самых дальних, самых мощных побега мы удалим, вот здесь у нас будет срез. А два самых ближних, самые слабые, мы тоже удалим вот здесь и здесь. А для плодовой стрелки оставим вот такой побег, какой-то побег, который мы выбираем обычно посередине. И вроде бы картина немножко лучше, чем при вертикальном расположении побега. Но тем не менее, удлинение нашего рукава за год от 40 до 50 сантиметров. Кстати, не факт, что нам можно будет оставить вот этот побег. Возможно, придется даже самый дальний. Так же, как и при вертикальном расположении. И получается, что удлинение рукава за год полметра. Три года это полтора метра. То есть, с такими рукавами неудобно работать. Они очень быстро удлиняются. Они перехлестываются с соседними кустами. То есть, появляется зона совместного плодоношения с соседним кустом. Там будет всегда у нас загущение, плохое опыление, плохое оплодотворение и болезни. И, кстати, вот такую формировку, горизонтальное расположение побегов, практикуют многие виноградари. Не заморачиваясь больше никакими другими приемами. И поэтому приходится слишком часто менять рукава. И вроде бы рукава на кустах хорошие. Они дают хороший большой урожай, но они длинные. Их такая проблема возникает при формировке кустов винограда, особенно для укрывной зоны виноградарства. То есть, если мы посмотрим на такую формировку, и у нас горизонтальное расположение плодовых стрелок, то, естественно, это большой шаг от вот такой формировки, когда плодовые стрелки расположены вертикально. Но и в этом случае при горизонтальном расположении плодовых стрелок проблема полностью не решена. И поэтому можно сделать вывод, что слишком быстрое удлинение рукавов из-за слишком выраженной вертикальной полярности винограда является проблемой номер один в виноградарстве. И для ее преодоления, наряду с горизонтальным расположением плодовых стрелок, вот так как вы видите сейчас на экране, применяют еще другие приемы. Первый прием это короткая обрезка. Второй прием это резкий изгиб побега, страдательное положение побега. И третий прием обрезка на плодовое звено, на сучок замещения и на плодовую стрелку. Но в этом ролике я вам показал только саму проблему, которая существует при обрезке и при формировке винограда. А вот в следующих роликах я попытаюсь вам рассказать и показать вот об этих трех приемах, об их достоинствах и о недостатках, когда эти приемы можно применять. И каждому из этих приемов я посвящу один из следующих своих видеороликов. Поэтому не забывайте подписываться. Ну а если вас устраивает вот такая формировка, которую вы сейчас видите на экране, если вас не напрягает ситуация, что на ваших кустах винограда рукава бесконтрольно удлиняются, что у вас возникают затем проблемы и с укрытием и с уходом и вообще с урожайностью, если вы с этим смирились и не желаете развиваться дальше как виноградарь, то на этом можно и остановиться. Ничего слишком плохого в такой формировке нет. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока.